На этой границе солнечное вещество взаимодействует межпланетным, межзвездным веществом. Получается такая граница, за которую уже солнечная плазма не вытекает. Вот это и есть империя, граница империи Солнца. Дальше солнечное вещество уже не попадает. Аппараты Voyager, это американские космические аппараты, запущенные еще в 60-е годы, за 40 лет долетели до этой границы и увидели ее первые следы. То есть первые аппараты, сделанные руками человека, вышли уже в межзвездное пространство. Но это очень далеко от нас, это далеко за орбитами Сатурна и даже Плутона. Поэтому эта граница от нас далека. Мы живем близко от Солнца, в довольно такой опасной близости к нему. И вот эти плазменные облака, которые я показывал, которые выбрасываются от Солнца, они представляют довольно большую опасность для Земли. Вот вы видите, здесь это особенно хорошо показано. Солнце постоянно дышит, выбрасывает такие сгустки вещества. Что с ними дальше происходит? Вот на этом рисунке, на этом фильме это хорошо должно быть видно. Вот солнечное облако вылетело, летит к Земле. И не пугайтесь, мы защищены. Магнитное поле Земли защищает нас. Вы видите, оно отклоняет почти весь поток этой плазмы. Она обтекает нашу Землю. И только потом, придя с другой стороны, попадая в эту полость через хвост, оно попадает к Земле, высыпается и дает полярное сияние. Это просто высыпание частиц Солнца, которые не проникли, так сказать, нашу систему с парадного входа, а вошли с черного, как бы попав, как вы видели, через хвост. Земля. Земля — это магнит, и этот магнит защищает Землю. Вы видели очень важный процесс, который происходит здесь. Он тоже связан с пересоединением силовой линии Солнца, межпланетные, которые приходят от Солнца, они на границе Земли рвутся. Вот здесь хорошо показано на этом рисунке. Они рвутся, пересоединяются, как бы уходят на ночную сторону, возвращаются в окрестности Земли, в этой полости, которая здесь показана, она называется магнитосфера Земли, постоянно происходит циркуляция плазмы. Всё, вот то, что я вам рассказываю, было неизвестно ещё 30-40-45 лет назад. Всё это стало известно. Мы научились, как бы эпоха географических открытий здесь совершилась, и первые спутники позволили подробно исследовать всю эту карту, обследовать все эти области. И сейчас мы понимаем, как это взаимодействие происходит. И очень важную роль опять играет пересоединение. То есть здесь для Солнца, для магнитных полей очень важна не просто скорость, не поток энергии, а именно магнитное поле, потому что магнитные поля имеют возможность пересоединяться. Вот на этом рисунке это очень хорошо показано. Вот это моделирование магнитосферы. Вот здесь стрелочка показывает направление межпланетного поля и направление скорости солнечного ветра. Вы видите, что магнитное поле, скорость меняется, это практически ничего не изменяет, а магнитное поле, даже маленькие его изменения, полностью дают изменение того, что происходит у нас внутри магнитосферы. Это кажется далеко, но и все это доходит до Земли, создает магнитные бури, создает полярное сияние, и особенно мы вот этот нрав Солнца и влияние вот этих магнитных маленьких полей чувствуем, находясь в северных областях Земли, а в общем-то для России это очень важно. Всего 2% энергии солнечного ветра составляет магнитное поле, а контролирует оно примерно 90-95% всего того, что происходит внутри. Вот это вот и хорошая эффективность. Вот здесь показана картинка полярных сияний, как их видят со спутника. Вы видите, постепенно, когда начинается сильная магнитная буря, начинает пылать все небо. В спокойные времена мы видим вот такие сполохи полярных сияний, очень красивые, но в активные времена сияние как бы заполняет все небо вот главой в полярных областях Земли. Оказалось, что вот наш современник, ну он в общем-то родом из Архангельска, Михаил, не современник, основатель многих наук в России, Михаил Ломоносов, он оказался еще одним из очень первых и очень глубоких исследователей полярных сияний. Вот вы видите гравюры, которые он нарисовал, и здесь очень хорошо видны лучистые структуры, которые возникают в полярных сияниях, потому что потоки вещества, которые втекают, они как бы филаментируются, возникает. Не такая сплошная занавеска, она разбивается на струйки, которые очень хорошо видны глазом, но трудно зарегистрировать фотоаппаратом. И не надо думать, что полярное сияние – это что-то такое, что происходит далеко на севере, и к нам не имеет здесь в Москве отношения. Часто это во время сильных выбросов вещества на Солнце, сильных магнитных бурь, полярное сияние происходит и в Москве. Само по себе сияние опасности не представляет, но представляет опасность те токи, которые связаны с ним. И здесь мы приходим вот к этому понятию «космическая погода», о котором я начинал говорить. Это некое такое практическое воплощение тех знаний, тех результатов, которые… о фундаментальной науке, о которых я говорил. Ну, давайте начнем с простой вещи. Еще много лет назад замечательный российский ученый Александр Леонидович Чижевский заметил такую вещь. Я вам рассказывал о годичном 11-летнем цикле солнечной активности. Он заметил, что измеряя толщины годовых колец на деревьях, он сравнил число солнечных пятен с толщиной годовых колец. И видите, получилась очень хорошая корреляция. Чего это, почему? Можно было только догадываться, что такое солнечный ветер, тогда не знали. А само Солнце так вот по излучению его, по тепловому излучению, оно светит примерно одинаково. И такой, конечно, разницы в несколько раз дать не может. Причины были непонятны. Он опубликовал об этом несколько статей, стал основателем таких двух наук – гелиобиологии и гелиоистории. И он связывал с солнечными активностями очень много. Вот с периодом вращения Солнца он связывал периодичность психических расстройств. С 11-летним циклом связывал численность саранчи, численность эпидемических заболеваний. Это, конечно, многие результаты были чисто статистические, он не понимал их причины. И, в общем-то, он приобрел большие неприятности. Вот у меня здесь с собой ретопринт его книжки. Он написал такую книгу «Физические факторы исторического процесса», где объяснил и революции, и народные восстания. Тоже не как-то доучила философия марксистская, что созданием классовой борьбы, созданием условий, а тоже процессами на Солнце. Он, в общем, был арестован и только уже в начале 50-х годов сумел вернуться к науке. Он очень многое угадал в отсутствии знания о солнечном ветре. Это число магнитных бурь на Земле. Магнитный бурь – это сильное возмущение магнитного поля Земли, когда около Земли текут сильные токи. И число солнечных пятен. Вы видите, здесь тоже появляются очень сильные зависимости. Чем сильнее, чем больше пятен, тем больше выбросов солнечного вещества происходит, тем чаще сжимается наш магнитный щит, и тем более сильно возмущается магнитное поле Земли, и тем чаще магнитные бури. А дальше понять это можно в рамках этой картинки, что именно солнечный ветер и мороженое в него магнитное поле переносят вот эту информацию от Солнца к Земле. То есть между Солнцем и Землей не вакуум, а область заполненная разреженной, но очень важной плазмой. Есть еще одно интересное, неинтересное наблюдение. Я хотел, их очень много, естественно, не успею обо всех рассказать, но с этим я хотел поделиться. Космические лучи, она рассказывала о них в первой лекции, это очень сильно ускоренные частицы, которые ускоряются, может быть, и на Солнце, и в других галактиках, которые приходят к Земле. Их интенсивность тоже оказалась сильно зависящей, практически пропорциональной интенсивности, обратно пропорциональной годы большого числа солнечных пятен, когда Солнце наиболее активное, число космических лучей, попадающих к нам из других галактик, галактических космических лучей, оно падает. Видите, точная антикорреляция между ними. Чем это связано? Солнечный ветер здесь действует как такой веник. Приходят чужие частицы, и сильный поток солнечного ветра в эти годы активного Солнца как бы выметает эти частицы наружу, они как бы не влияют на, не дают космическим лучам, галактическим космическим лучам попадать к Земле. Есть другое интересное наблюдение. Космические лучи, они важны в взаимодействии с атмосферой, я показывал это в самом начале первой лекции, они могут явиться центрами образования капель дождя, то есть, количество центрами образования облаков. На этом рисунке показано, что зависимость облачности, ну, меряется такой параметр, характеризующий облачность, как много облаков на небе, он связывается с интенсивностью потока космических лучей. Вы видите, здесь прямая корреляция. Чем больше облаков, тем больше осадков, и, казалось, мы должны ожидать в такие годы наиболее хороших урожаев. А чем больше урожай, тем не должен быть урожай хлеба, например, тем больше, чем меньше цена должна быть хлеба. То есть, видите, проследовала такая очень интересная цепочка от каких-то частиц, которые приходят из других галактик, из нашей галактики, с процессами на Солнце, с тем самым простыми бытовыми вещами на Земле. Вот полярное сияние. Вот, действительно, красивейшее явление. Если кто-то из вас не видел его, я очень советую. Вот, или в Норвегии его хорошо видно. Ну, не знаю, доберетесь ли вы до Мурманска и Архангельска. Во всех северных странах, Швеции, в Северной Швеции, это действительно потрясает. Его трудно увидеть на картинке. Его можно увидеть на картинке, но по-настоящему его надо увидеть раз в жизни в натуре. Но оно, пожалуй, это единственное такое приятное проявление вот этой солнечной активности. Всё остальное, в общем-то, довольно сложно и создаёт много технических проблем. Ну, давайте посмотрим вот на этот сложный слайд. Какие эффекты вот солнечные события дают на Земле? Прежде всего, они влияют на космонавтов. Когда вы находитесь далеко от Земли, вне влияния атмосферы, радиационные дозы зависят от того, как ведёт себя Солнце. Влияют на функционирование спутников, на всех спутников есть солнечные панели. Если спуститься на этаж ниже, влияют на дозы, которые радиации, которые получают пилоты, особенно трансполярных сообщений. Влияют, как я только что вам рассказал, и на грозовую активность, на облакообразование. Если спуститься пониже, то вот токи, которые вызывают частицы полярных сияний, которые текут у нас над головой, в общем-то, не у нас, но в северных районах, в аэносфере, они вызывают, наводят токи, которые текут в верхнем слое Земли. И все длинные проводящие системы оказываются уязвимы. Вот это одно из таких довольно неприятных, особенно для России, последствий космической погоды. Все длинные системы электропередач, нефтепроводы, железные дороги, они оказываются уязвимы, когда происходит сильное солнечное возмущение, через какое-то время происходит магнитная буря, на Земле наводятся сильные токи. И, например, в Скандинавии, еще в начале, где в северных районах сильно железное дорожное сообщение распространено, происходили аварии на стрелках, происходили аварии на нефтепроводах. Все длинные проводники являются таким объектом, таких угрозы от солнечных возмущений. Если мы возьмем обычный наш ноутбук, то все знают, что иногда он зависает, что-то с ним происходит, и иногда это происходит не по причине, так сказать, каких-то ошибок программы вируса, а по причине того, что спонтанные сбои могут тоже из-за космических лучей в компьютерах проводить. Примерно посчитано, что где-то на нашем уровне, на уровне моря, это где-то раз в месяц, раз в два месяца такой сбой может произойти, в годы такого, когда Солнце не выметает космические лучи из Солнечной системы. А чем выше мы идем, тем это происходит чаще, а на орбитах, где летают космонавты, это уже, в принципе, довольно серьезная опасность. И все, кто занимается исследованиями на спутниках, знают этот эффект. Он называется по-английски single event upset. Очень часто это даже не приводит к выходу из строя прибора в целом, а просто как бы сбивается передача, теряется информация. Все это очень неприятно. Вот здесь как раз показаны вот эти события, когда космические лучи, в данном случае солнечные, они пробивают электронику. Вот здесь с увеличением показано, что может произойти в микросхеме, как она выходит из строя. И с этим надо бороться.